Дай почитать. Прочитаешь о восьмилетней Алене, которая каждый вечер у кровати ставит тазик с чистой водой. Зачем? Так каждую ночь к ней прилетает дракон и пьет эту самую воду. А шестилетний Саша – великий химик, смешивающий все подряд. Но однажды он случайно открыл, что уксус и сода, если все правильно смешать, устроит большой переполох. Он мастерит атомную бомбу и, между прочим, у всех интересуется, где достать немного обогащенного урана. А двухлетняя Рита говорила плохо, но ела восхитительно. Первый завтрак, второй завтрак, третий завтрак, первый обед, второй, третий, четвертый. Если еда заканчивалась или ее от Риты прятали, то неунывающая Рита грызла мыло, похищенное из ванны. А тринадцатилетняя Вика принципиально читала только те книги, в которых действуют или хотя бы упоминаются лошади. Например, «Горе от ума» Грибоедова, хоть и небольшая по объему, не годится для чтения. Лошадей ведь в ней нет. А вот «Война и мир» Толстого, хоть и в четырех толстых томах, надо читать обязательно. Там лошади встречаются часто. А одиннадцатилетняя Катя ухаживает за крысами, японскими мышами, спасенными из зоу-магазина. Их хотели отдать на съедение змеям, голубями, черепахой и другой живностью. А есть еще пятнадцатилетний Петя и четырехлетний Костя. И эта книга какая-то более живая, жизненная, чем серии про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева. Может потому, что Дмитрий Емец списал повадки-характеры со своих семерых детей, а веселые случаи из реальной жизни своей семьи сделал сюжетом книги. Семья Гавриловых живет в небольшой квартире, и однажды папа-писатель решает снять домик у моря, более просторный. Собственно, и весь сюжет. Но благодаря юмору, смешным ситуациям и хорошему слогу книга получилась, что называется, настоящей и доброй. Читать ее могут и взрослые, и дети. Книгу без радостной улыбки читать невозможно. Кстати, вышла вторая. «Моя большая семья. День карапузов». Что ж, дорогие слушатели, получите заряд отличного настроения и бодрости с книгой Дмитрия Емца «Моя большая семья. Бунт пупсиков». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!